Я хотела бы спросить, что мне можно еще сделать, чтобы выйти замуж? Может быть, мне нужно... Чтобы выйти замуж, нужно очень радостно и с любовью общаться с женщинами. С родителями, с людьми, любить людей вокруг. И это делает женщину очень красивой. Она вот с любовью радостно общается со всеми. Понимаете? И она такая всех любит, мои хорошие, любимые мои. Вот так она себя ведет, общается со всеми, служит всем, заботится во всех. Птички, деревца, все люблю, все люблю. И в это время, когда... Вот слушайте меня внимательно. В это время, когда она так себя ведет постепенно, в ее сердце пропадает чувство одиночества. И в ее сердце утверждается чувство достоинства, собственно. Она становится сильной внутри себя и независимой от мужчин. И в тот момент, когда зависимость от мужчин полностью уничтожается в ее сердце, она чувствует, что ей так хорошо жить. Она и так счастливая. И в этот момент она сшивает кого-то с ног. Просто смотрит. И он, чук, скосило. Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Мне сказали, что у меня родовое проклятие. Видите, мама плачет, говорит, что делать. Этот человек, который вам это сказал, он хороший человек. Просто тупость, тупость так делает. Тупость. Какое проклятие. Что такое проклятие вообще? Вы знаете, что такое проклятие? Вы изучали эту тему вообще? Вы знаете, что такое проклятие? Я думала над этим. И у меня есть такое воспоминание, что в прошлой жизни я делала много зла людям. Ну и что? И родилась в такой семье, в которой целый род... Ну делай дело, что все мы тут делали. Мы все тут не такие прям ангелы небесные. Ангелы на небе рождаются, а не на земле. Вы зачем так сильно прикованы к плохому? Вы посмотрите на себя с хорошей стороны. У вас столько хорошего всего. Разве вы не достойны замуж? Почему вы поверили в то зло, которое вам сказали? Почему вы в это поверили? Какое право вы имели вообще в это поверить перед своей судьбой? А что человек верит, то и сбывается. Зачем вы в эту глупость поверили вообще? Знаете, что такое проклятие? Вот допустим, человек меня режет, мне нож вставляет в живот. И я думаю просто в сердце. Ты за это ответишь. Вот это проклятие. И он за это ответит. И все. Просто за что он ответит? За то, что он сделал. Все. Вот и все. Но если он ответит, ну пусть ответит, он потрудится сердцем, пораскаивается. Вы сильный человек? Сильный. Вперед. Вы сильный человек. Вы очень оптимистичный человек. Жизнерадостный. Добрый. Столько у вас хороших качеств. Знаете, почему я вас не спрашивал? Мне сейчас Бог в сердце ответил. Потому что вы верили в эту фразу, что у меня вот это проклятие. Богу так не нравятся такие слова вообще. Какое проклятие вообще? Услышали меня? Сбросьте из своего сердца. Выбросьте эту тему. Вырождены только для счастья. Все. Больше ни для чего. Победите судьбу, получите счастье. Грехов у вас не больше, чем у других. Не надо так думать. Знаете, на кухню часто женщины говорят, ой, у меня кухня самая грязная в мире. Все, я не могу ее убирать. Самая грязная в мире. Не самая грязная, просто грязная. Все, иди убирай. Чего паришься? Еще хотела спросить, что у меня в последнее время сокращают на работе. Может быть мне, не знаю, уехать в другое место или... Вас почему сокращают? Потому что вы устали там работать. Вы устали там работать и не работаете. Они думают, что делать с человеком? Работать не хочет человек. Я правильно говорю или нет? Ну, давайте, давайте, отвечайте. Ну? Ну, пусть сокращают. Ну, пусть сокращают. Ищут, ну, как бы, не смысл жизни, а просто она отдыхает на работе. Она для отдыха работает. Это и увлечение. Это то, что ей нравится делать по ее природе. Но если женщина, как женщина, не функционирует, она начинает искать в работе смысл жизни. Тогда она проходит три стадии, четыре стадии. Первая стадия – интересно, мне нравится. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – надоело. Четвертая – ухожу. И каждая работа идет циклами вот так вот у женщин. Работал два-три года, следующее, два-три года, следующее. И при этом она одинока, она не может выйти замуж. Потому что все силы у нее уходят в работу. Замкнутый круг. Пока она не перестроится, не поймет, что ее счастье – любовь людям дарить. В этом счастье. Любовь дарить. Она женщина. Любовь дарить. И тогда уже после этого она просто приходит на работу, работает. Потому что ей нравится, это ее природа. Но она сгореть на этой работе не желает. Погибнуть там. Вот у вас такое настроение. Вы приходите там, впахиваете на полную катушку. Потом устаете, перенапрягаетесь. И потом вас выгоняет, да? Ну, честно, чтоб я сама не уходила. Какой еще у вас вопрос? У меня в прошлом году была помолвка. И потом через две с половиной недели сразу он сказал размолвка. То есть я хотела бы понять. Вот смотрите, когда парня с ног сшибаешь, очень важно в это время сохранить себя. Ты увидела его взгляд, вот этот вот взгляд, что он тебя любит. Вот в этот момент не надо терять себя. Это очень важный момент. В этот момент женщина должна сказать себе, я спокойна, все нормально, я не привязана. Вот надо очень сильно настроиться на то, что я как бы не завишу от него, я от Бога завишу. В это время нужна молитва сильная. Это экзамен для женщины. Она должна молиться. Если он чувствует, что она принцесса такая, то есть он показывает ей свою любовь, а ей хоть бы хны. И тогда все, он уже, когда окончательно уже она победила. Но вы не прошли эту вторую стадию. Вы сломались. Вы начали от него, стали зависимой. Вы стали слабой. Вы стали перед ним. А когда мужчина так, женщина ведется, он видит, он теряет любовь, все, ему уже не хочется ничего. Это везде и всегда так. Вот представьте, я на лекции допустим, что я рад так вас всех видеть. Вы сразу вас смоет здесь из зала, прямо через пять минут. Столько любви вот от вас, столько любви идет. Я должен же себя сохранить. Да? Должен сильно реагировать на это, сильно очень внутренне. Тогда вам нравится. А если меня сломало, такой расплылся такой весь. Или от вас видеть, опять все ушли. Или я загордился такой. Опять все ушли. Я хотела бы спросить, можно ли... Чувство собственного достоинства держите в сердце очень сильно. Сильная позиция внутренняя означает негордая. Понять, кто такая женщина. Вы властелин этой жизни. Вы рождаете жизнь. Женщина также в виде смерти, эта женщина забирает жизнь. Вы здесь хозяйка. Понимаете, вы хозяйка жизни. Вы женщина. Вы хозяйка женщины. Счастье принадлежит все в жизни, только женщине. Вот когда женщина кушает, она как кушает? О, как вкусно. То есть она очень много... Она насыщается вкусом пищи, а не количеством. Она просто и вкусна. А мужчина вкусом не может насыщаться, потому что у него грубые чувства. Он не для счастья живет. Он живет для победы. Надо побеждать судьбу. И защищать женщину. Когда мужчина женщину защищает, он от нее счастье получает. Мужчина от женщины счастье получает. Так вы источник счастья. Почему вы ломаетесь? Почему вы чувствуете себя несчастной? Станьте красивой. Станьте самодостаточной. Вы женщина. Почувствуйте себя сильно. У вас сильная позиция должна быть внутри. Женщина имеет божественную природу, как и мужчина. Но сила мужчины – это его способность побеждать. А сила женщины – это радость жизни. Она должна любить жить, радоваться жизни, быть счастливой внутри, самодостаточной. Не ломайтесь, не зависите от мужика. Пускай он от вас зависит.